всем привет добро пожаловать на канал vtnt с вами я вова тишевский и недавно ко мне пришел сяоми redmi note 3 pro и когда я его запустил я обнаружил что здесь у нас прошивка miui 8 глобальная то есть ну тут правда еще написано еженедельная это глобальная еженедельная так прошил китаец 6818 на android 5.1.1 итак xiaomi redmi note 3 pro это металлический смартфон с большой батарейкой с хорошей камерой как для данного ценового сегмента и внешним видом который очень очень приятен и когда я запустил этот смартфон и обнаружил эту прошивку я очень обрадовался потому что она реально очень клевая вообще я знаком с miui 8 достаточно давно так как у моей жены на mi note есть уже эта прошивка но там она выглядит немного по-другому здесь показалось она мне лучше итак первое изменение которое я хотел бы вам сказать это шторка она теперь другая и она выглядит стильно элегантно ну и плюс ко всему у нас нету два можно сказать экрана два меню то есть помните влево вправо мы поворачивали для того чтобы в одном окне мы смотрели информацию о уведомлениях и 2 у нас был с настройками хотя чего мне не хватает это того что она могла бы выезжать дальше то есть вот этот момент который с движениями влево право создает как бы не очень-то комфортную ситуацию то есть объясняю почему ну допустим вот мы сейчас открыли шторку и мне нужно сделать раз два три четыре движения для того чтобы включить синхронизацию или же отключить кнопки ну как вариант да или там вай фай . доступа то чем я периодически пользуюсь то есть а если бы тут была возможность сделать вот так и еще расширить то есть это в можно сказать два движения я открываю полностью для себя меню это удобнее мне так кажется но тем не менее производитель сделал вот так как есть плюс ко всему здесь на верхней части есть рисунок что тоже является удобно также немного перерисовали иконки это тоже хорошо конечно все у нас не в материал дизайне давайте мы посмотрим тот же самый календарь до дизайн здесь конечно флэт но не материал дизайн это тоже такая вот разница мне материал дизайн больше нравится хотя флэт дизайн ну в принципе у нас самая наверное популярная компания по флэт дизайну это мэйзу они одни наверное из первых начали все это делать то конечно все достаточно неплохо хотя флэт дизайн еще и в начался в аэс 7 хотя сравнение такое ну знаете как опять как всегда скажут что вова ты что опять айфоном сравниваешь да представьте себе то есть в принципе тут почти все сдерто с айфона дальше что касается меню настроек то у нас изменились иконки причем что в предыдущей прошивки которая была здесь установлена здесь были иконки практически бесцветные видите то есть тут розовые красные и так далее они какие-то имеют цветовые еще индикации обозначения когда только пришел этот смартфон он имел как бы базовую мию и 8 то есть ну я потом обновил ее и стала вот так а до этого были все иконки одноцветные и это очень сильно напоминала флайн от мэйзу и я могу даже сказать что это был такой именно знаете явный закос или как бы ну явно компания сяоми сперла эти иконки у мэйзу они у самсунга или apple то есть это конечно забавно но тут они подправили и кстати это стало намного веселее иконки которые разноцветные значительно лучше то есть но я имею до разных цветов они значительно лучше смотрятся чем однотипные как у флайма в данном моменте и так что касается самого аппарата то у меня аппарат на 2 гигабайта оперативки и 16 гигабайт встроенной памяти также у нас есть куча дополнительных возможностей таких как детские режимы возможности там всяких разных помощников то есть вот это знаете белая точка она конечно немного дебиленькая а тут она правда не белая даже серая но некоторые люди этим пользуются но иногда даже очень положительно влияет и так у нас дальше есть еще различные моменты такие как двойные приложения мы можем включать и создаем опять же двойное приложение какой смысл в этих всех вещах нужно разбираться и изучать но в принципе возможен такой как бы момент до двойное приложение просто берется и запускается еще одно приложение вот у нас один гиг бенч и мне кажется что это точно такой же гиг бенч она сейчас а нет видите другой там я применил ацепта здесь нет то есть получается это два разных гиг бенча о что ты творишь сяоми конечно это весьма забавно интересно но насколько это актуально и применимо в повседневной жизни остается под вопросом итак ну стандартные там все приложения системное приложение разрешение тут я так понимаю что немного допилили эти все вещи то есть все сделали немного удобнее также мы можем видеть то что есть и облегченный режим можем видеть и детский режим то есть хотя по сути это два упрощенных режима но тем не менее также что касается сканер отпечатка пальцев ну как по мне возможно даже он стал работать немного быстрее но это связано скорее всего с оптимизация самой системы возможно сам сканер и не стал работать быстрее просто сам софт допилили ну так и есть логично также немного под изменились темы основные картинки поменялись ну и возможность тоже устанавливать бесплатные темы остались то есть получается так что систему более оптимизировали структурировали улучшили и мне кажется что это очень даже большой плюс в этих изменениях функциональности и дизайна я вижу очень позитивные тенденции и это мне нравится мне нравится то что смартфон стал значительно интереснее причем что у нас появились такие классные интересные функции которые возможно кому-то будут более актуальны ну и мне кажется что смартфон стал работать немного шустрее потому что тот же самый redmi note 3 pro который у меня был на обзоре но не так круто ну и мне также кажется что с автономностью будет еще больший плюсик и батарейка у нас тоже будет жить намного намного дольше ну вот к примеру при использовании видите один день три часа до полного разряда также у нас видите это приложение переработано да вообще многие кстати приложения сделали намного интересней это большой большой плюс молодцы сяоми и движется вперед я надеюсь что другие смартфоны от сяоми получат такие же обновления и тогда будет прошивочка просто класс в общем апгрейд сми 7 нами и 8 реально чувствуется и я бы так сказал что это очень очень круто я просто в восторге от того что компания сяоми движется вперед и это им только большой большой плюс пишите ваши комментарии что вы думаете по поводу обновления mi 8 а также меня радует тот факт что сяоми redmi note 3 pro сейчас подешевел связи с выходом сяоми redmi note 4 и сейчас его можно взять в китае где-то 135 тире 140 баксов версию которая наш 216 и 170 тире 190 в зависимости от цвета redmi note 3 pro на 3 гига оперативки 32 гига встроенной памяти это очень круто но 216 точно подешевел то есть я видел уже по 135 долларов пока видео будет на монтаже я поищу ссылку где видел по 135 и оставлю ее в описании когда выпустится это видео итак подведя итог могу сказать что если бы все смартфоны сяоми комплектовались вот такой прошивкой я бы стопудово какой-то из сяоми себе выбрал тем более redmi note 3 pro на qualcomm snapdragon очень вариант когда выйдет redmi note 4 pro будет вообще шикардос ждем и надеемся что компания сяоми сможет сделать изюминки и очень очень классные смартфоны ну и соответственно я буду их обозревать кстати сяоми redmi note 4 уже ко мне едет спасибо вам за просмотр ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите в комментариях что вы думаете по поводу мию и 8 кто обновился у кого есть какие впечатления мысли и идеи ну и конечно же смотрите другие интересные видео у меня на канале всем пока до скорых встреч в новых видео а также подписывайтесь на страницы социальных сетей группу вконтакте instagram и twitter